Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь 24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Первый кредит по льготной сельской ипотеке выдали в Алтайском крае. Ставка 3% годовых. Его получила семья с двумя детьми из рабочего поселка Благовещенко. Кредит оформили на приобретение жилого дома и участка земли. По данным регионального Минсельхоза, в регионе уже одобрили более 200 заявок от желающих получить сельскую ипотеку. Напомню условия. Кредит предоставляется любому гражданину России от 21 года до 75 лет. Срок до 25 лет. Сумма от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10 процентов. Заемщики смогут приобрести готовый или строящийся объект недвижимости или объекты недвижимости с земельным участком, расположенных на сельских территориях. Два новых детских сада открылись в Бийске. Каждый готов принять по 200 детей. Объекты построили за счет федерального, краевого и местного бюджетов. Сумма 378 миллионов рублей. Это детские сады номер 92 и на территории 40-й школы. Один находится в микрорайоне 16А, второй в границах улиц Севастопольская и Ударная. На первом этаже находятся четыре помещения для занятий детей раннего возраста, медицинский и пищеблок, санитарно-бытовые помещения. На втором четыре групповые ячейки для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов. Физкультурный и музыкальный зал, кабинеты логопеда и ИЗО. Добавлю, в крае за первое полугодие 2020 года откроют еще 10 дошкольных учреждений. У нас таких типовых зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций в крае будет открываться несколько. Это в Каменском районе и в городе Барнауле. В ближайшее время в городе Барнауле у нас будет на 300 детей детский сад открыт. Таким образом, это один из этапов планомерного развития, создания, даже где-то модернизации сети дошкольных образовательных организаций. Вкладываешь 2400 рублей, а получаешь в 8 раз больше. Новая финансовая игра набирает популярность в интернете. Однако, чем больше участников, тем больше разочарованных вкладчиков. В семах этой новой интернет-забавы разбирались наши журналисты. Правила игры простейшие. Переводишь 2400 рублей, попадаешь в чат участников. А дальше организаторы обещают прибыль в многократном размере. Такие посты в социальных сетях не редкость. Новая интернет-игра, черная касса или черный квадрат – по сути своей простейшая финансовая пирамида. Выиграть в ней можно, рассказывает один из участников, но при определенных условиях. Все происходит среди реальных людей. Никто никому не обязывает зайти в эту игру, продолжать играть и так далее. Каждый, заходя в игру и отправив свои деньги, он заинтересован в том, чтобы пригласить еще людей в эту игру. Так как, если он этого не сделает, пирамида рано или поздно остановится. Чаще всего в игре 4 уровня. После первого взноса попадаешь на первый, оранжевый. Там 8 участников. С приходом новых игроков поднимаешься выше. На желтом – 4 человека, на зеленом – 2. Общую кассу забирает игрок синего уровня и выходит из игры. И вроде как все просто и понятно, но вот на практике, часто дальше первого уровня игрок так и не поднимается. Так как я не из тех людей, которые любят навязывать, привлекать, внушать то, что людям не нужно, то, естественно, получилась такая же очевидная ситуация, что просто люди начали отказываться. И из-за этого я не смогла пригласить и дальше продвинуться на этапы. Вот, в принципе, это было очевидно. С тем, что перед нами классическая пирамида, согласны и экономисты. Образ якобы игры, где в победе заинтересованы все участники, может оказаться простой уловкой тех, кто находится на ее вершине. И все зависит, на самом деле, от желания организаторов, сколько они хотят продлить жизнедеятельность этой пирамиды, да, и, соответственно, столько она и живет. Своё распространение игра начала из Казахстана. Однако там деятельностью организаторов уже занимаются правоохранительные органы. Приток игроков прекратился, и пирамиды стали массово рушиться. Иван Горбатов, Михаил Лифуншан, Анатолий Фукс, Роман Хайрулин. Новости.